Теперь давайте поговорим о моделировании угроз и оценке рисков. Теперь у вас должно быть представление об уязвимостях, угрозах, злоумышленниках, последствиях и результирующих рисках. А также вы теперь должны понимать, почему безопасность — это процесс, действие и технология для защиты ваших активов, приватности и анонимности. Теперь мы немного углубимся в применение всего того, что мы узнали. Первое очень важное замечание — вы никогда не сможете достичь 100% безопасности, так же, как и не бывает и нулевого риска. По этой причине вы никогда не сможете защитить свои активы полностью, или сохранить абсолютную приватность, или заполучить совершенную анонимность. И если вы когда-либо видели, что кто-то рекламирует 100% безопасность, обойдите его за километр. У него нет ни малейшего понятия, о чем он говорит. Риск будет всегда, только если вы не прекратите свою жизнедеятельность. Жизнь — это риск. Выход в интернет — это риск. Мы идем на риск ради больших возможностей и преимуществ, которые дарует нам интернет. И чтобы извлечь выгоду из возможностей от использования интернета, мы вынуждены принять уровень риска. И вам нужно решить для себя, какова ваша устойчивость к риску, основанному исходя из ваших обстоятельств. Чем ниже устойчивость к риску, то есть если последствия от потери безопасности, приватности и анонимности критичны, тем больше средств обеспечения безопасности вам нужно, тем более продвинутые и ограниченные по юзабилити средства вам могут потребоваться. И чем выше устойчивость к имеющемуся риску, то есть последствия могут быть некритичными, тем меньше средств безопасности вам нужно. Так что безопасность — это баланс. Баланс между юзабилити и безопасностью, между риском и возможностью. И безопасность часто препятствует простоте в использовании. Вот почему мы должны выбирать средства безопасности, которые подходят для наших целей и которые соотносятся с нашей склонностью к риску. Этот курс и разделы «Познай себя и познай своего противника» обеспечат вас общими сведениями об угрозах и уязвимостях, которые вы можете повстречать в интернете. Так что вы сможете делать осознанный выбор в зависимости от ваших потребностей в безопасности, приватности, анонимности и устойчивости к риску. Наберитесь терпения, пока мы пройдем через эти два раздела, и тогда вы начнете больше понимать о существующих угрозах и злоумышленниках, и о вещах, о которых вы, возможно, никогда и не слышали до этого. Теперь другое очень важное замечание. Подход к вашей безопасности должен быть риск-ориентированным. Мы знаем, что нельзя иметь стопроцентную безопасность, так что вам нужно применять риск-ориентированный подход для использования соответствующего уровня безопасности в целях уменьшения риска. Чтобы она не стала излишне обременительной до такой степени, что систему становится невозможно использовать. Но только вы можете выбрать, насколько объемной и обременительной должна быть ваша безопасность. Для применения риск-ориентированного подхода к безопасности во время выбора средств обеспечения безопасности, вам нужно выполнить базовое моделирование угроз и оценку рисков. И я помогу это сделать на следующем примере. Риск равняется уязвимости, умножить на угрозы, умножить на последствия. И давайте сейчас пройдем через процесс оценки. Для начала начнем с наших активов. У вас уже должен быть список или набросок списка, или представление о ваших активах. Мы занимались этим в предыдущих видео. У вас должно быть примерное представление о вещах, которые вам важны и которые вы хотите защитить. У вас, возможно, есть определенное понимание, каковы ваши угрозы и кто ваши противники. Это наверняка и стало причиной, по которой вы решили пройти этот курс. Или у вас может не быть четкого представления об этом. Или вы еще не решили окончательно. В разделе «Познай своего противника» мы рассмотрим разные уязвимости, угрозы и злоумышленников. Когда вы будете проходить следующий раздел, определите, что вам подходит. Определите последствия того, что ваши активы могут быть скомпрометированы, что угрозы могут быть реализованы. Когда речь заходит о ваших активах, представьте, что они утеряны или украдены, уничтожены или зашифрованы. Либо они размещены в интернете, попали в руки злоумышленникам, преступникам, хакерам, правительству, правоохранительным органам. Как это могло бы ударить по вашей репутации, вашей приватности, вашей анонимности? Каковы будут последствия от потери приватности и анонимности? Что сделает злоумышленник? Сконцентрируйтесь на последствиях, возникающих при условии, когда угрозы и злоумышленники вряд ли могут быть обнаружены. И это ключевой момент здесь. Чтобы определить риск и нужные вам средства обеспечения безопасности, сконцентрируйтесь на последствиях, возникающих при условии, что ваше понимание и общее представление об угрозах и злоумышленниках не определены до конца. А такое часто случается. Вы представляете себе последствия, а удар оказывается еще сильнее. Как только к вам придет понимание о ваших активах, угрозах в их адрес, уязвимостях, злоумышленниках, доступных средствах обеспечения безопасности, и вы поймете последствия от исходящих угроз, то вы сможете определить общий уровень риска, которому подвергаетесь. Пока что вы, возможно, не знаете обо всех средствах безопасности, но это будет изучено далее в ходе курса. Возможно, вы определились, что конкретно в вашей деятельности подвержено риску, а также на противостоянии к каким угрозам, злоумышленникам и уязвимостям необходимо выделить самые эффективные средства безопасности. Позвольте мне привести пример, о котором вы, должно быть, и так подумали. Пока что вы не прошли этот курс, и вы не умеете производить моделирование угроз и оценку рисков. Должно быть, вы представили угрозу кражи вашего ноутбука. Злоумышленник — это вор. Уязвимость — это данные на вашем ноутбуке в виде незашифрованного текста. А последствия — это урон репутации и, возможно, кража персональных данных. В зависимости от вашей устойчивости к риску, вы выберете средства безопасности, которые минимизируют риск. И вам следует в первую очередь использовать средства защиты от самых приоритетных рисков. Данный курс в целом — это серия уроков по средствам безопасности, как их применять, зачем их применять, об их сильных и слабых сторонах и так далее. На протяжении курса выбирайте, внедряйте, оценивайте, контролируйте те средства безопасности, которые мы будем разбирать. Когда дело дойдет до выбора, выбирайте те средства безопасности, которые лучше всего уменьшают ваши риски. Например, в случае с кражей ноутбуком, о которой мы только что говорили, вы могли бы выбрать шифрование всего диска с использованием механизмов блокировки, шифрования загрузочного сектора и предзагрузочную аутентификацию в качестве части ваших средств безопасности, снижающих риски подобной угрозы. Далее — внедрение этих средств. Вы устанавливаете блокировку, производите полное шифрование диска, настраиваете. Далее — оцениваете, оцениваете выбранные вами средства на эффективность, проверяете, что шифрование всего диска произведено и данные зашифрованы. Затем контролируете, контролируете эффективность средств безопасности. Например, проверяете обновления систем безопасности, уязвимости, механизм их защиты диска и так далее. И если не находите слабое место, возвращайтесь к заданному этапу снова. Это и есть моделирование угроз и оценка рисков. Как только вы ознакомитесь с этим курсом более детально, вы почувствуете большую уверенность в оценке угроз и злоумышленников, понимание, где же находятся ваши уязвимости. А затем начнете понимать, где необходимо применять средства безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует...